так здравствуйте товарищи сейчас мы заебенем с вами такой интересный обзорчик я тут ну кто не в курсе в августе собираюсь такой в эндуро trip планирую поехать по шведскому бездорожью ну то есть кто не знает этот этот транс европ трейл это оффроуд дорога по швеции она имеет на протяженность 3200 километров и вот я хочу короче проехать с юга на север а сколько получится хуй знает я не знаю и вот я сейчас начинаю закупаться всякими там ништяшками 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 для нового мотоцикла и вот хочу с вами сегодня похвастаться че уже прикупил может еще посоветуете такого важного интересного ну начнем с самого простого купила две такие монтаж очки так как у меня мотоцикл будет теперь с камерными колесами поэтому ну монтаж очки must have они такие небольшие пиздатенькие 24 сантиметра взял в луисе в общем тяжеленький ну никуда не деться надо взял еще какой-то такой налики типа инструмента чтобы выкручивать золотники но я думаю зря его заказал я заказал себе такие знаете помните как раньше были галу эти колпачки а с другой стороны у них такой специальный как типа ключик а чтобы золотник из камеры выкручивать то есть как бы вот такие колпачки заказал имеет этот инструмент вот для выкручивания золотников нахуй не нужен получается чуя еще такого приобрел о сдак ну шлем я еще приобрел себе такой чисто оля эндуро у меня есть два интеграл интеграла но они мечут под заебали короче один шоу меня gtr 2 но он чисто такой может сказать зимний зимой в нем нормально ездить там если с музычкой куда-то ехать скажем вас хорошей ветрозащитой ну в общем я его так зимой использую в основном а на лето вот на сейчас если прикупил вот такой шлем называется ару айрах айрах да блять чем я руководствовался при покупке этого шлема он относительно недорогой то есть он блять что-то там сто сто тридцать что ли евро у нас он стоит ну реально недорогой но дело не в цене почему я его купил дело в том что когда пришел в магазин начал примерять всякие шлема и в общем где-то блять что-то давит в общем хуйня какая а вот когда я этот отдел себя на голову блять он сука как вот домашние тапочки сразу прям знаете сразу сел на голову прям вообще адский нафиг ну и плюс его расцветочка мне понравилось тоже такая классненькая да ну как бы шлем купил теперь же надо блять к этому шлему какие-то очки в общем померил я в луисе тоже очки вот такие и заказал себе потом то есть это очки red bull of ski опять же дело не в цене а именно то что они мне вот именно к этому шлему мне они вот подошли то есть как бы по размеру как бы прилегает не сину не давить нигде то есть комфортно в общем сами очки то имеют такой легкую легкую тонировку и как бы зеркальный он как можно видеть да то есть видимость них охуенно то есть обзорность по углам тоже вроде неплохая в общем с этим шлемом она смотрится вообще бомбезно и сидит на голове очень удобно поэтому поеду в этих очках к этим очкам прилагалась еще дополнительная светлая линза и вот этот поролон который вот здесь его можно снимать он как бы на липучке здесь его можно отклеивать и стирать то есть линзу можно вынимать чем помыть вот этот поролон если вы когда там пропотели здесь допустим его можно тоже мыльным в мыльной водички там постернуть то есть запасной еще есть как в общем охуенно завтра от наверно прокачусь поеду на работу в этом в новом шлеме заодно попробую посмотрю как он будет пока еще не катался и самый охуенный и вот самый охуенный это я оставил вам сейчас на закусочку так скажем я купился вот такой пиздать и шерик зак охуенный то прям мечта нафиг эндуриста это киего блять ну как если по-русски выговаривать я вас так риего блять немцы горят крига в общем хуй поймешь как правильно это рюкзать эндуро рюкзак на 18 литров обзоров на русском языке на него мало то есть я там нашел один единственный там чувака просто как именно новый как бы не пользовавшись просто описал его какой пиздат и красивые все такое в общем в общем что касается этой рюкзачка он нихуя не легкий то есть вот если его в руках держишь он нихуя не легкий вообще но когда вот его одеваешь когда на спину вот за счет его вот этих поддержек тут всяких настроек вот это плечи да потом это здесь вот на поясе у него есть вот с фастексами когда ты его одеваешь ты его нафиг вообще не чувствуешь на теле как будто у тебя ничего нету и он по высоте там получается как бы чуть чуть выше поясницы но в общем сидит пиздата то есть я как бы доволен сейчас покатаюсь с ним немножко еще как бы испытаю в полевых условиях фишка этого рюкзачка в чем его можно использовать с гидропаком то есть этой конторе идет гидропак есть на 2 литра и на 3 литра по моему но я скорее всего возьму на 3 литра потому что это сука если ехать вот в легкоходном контек ну стиле то вода по-любому нужно во первых что просто попить во вторых кофеек сварить пожрать приготовить то есть воду надо будет где-то либо в бутылке там до таскать или в общем а тут у тебя уже в рюкзаке будет в этом как бы иметь в общем охуенная тема то есть обязательно докуплю себе отдельный гидропак потому что надо то есть что значит в этом еще рюкзак ведь у них есть три расцветки есть вот такая расцветка я взял оранжевую по что у меня мотоцикл красный и мне вот как бы больше как бы зашло по вот оранжевая тут имеем мы вот 11 литровый герма мешок здесь фастекс и так раз хуякс разворачивать сам блять ни о чем не ахуяна нравится в этом мешке это то что внутрянка у него белая то есть если что-то там искать то все видно в общем очень удобно 18 11 литров это отсек дальше если мы расстегнем вот здесь большой карман то увидим вот такой отсек сюда можно вешать гидропак то есть вот этот отсек он водопроницаемый но внутри этого водопроницаемого отсека есть еще один герма мешок тоже на на пару литров туда я решил положить свою мото аптечку то есть мото аптечка именно для здоровья там у меня пластырь и но все я купил аптечку и и немножко переделал там добавил какие-то таблеточек обезболивающие от поноса от температуры в общем еще конечно пересмотрю потом чтобы лишнего не виние тащить потому что она что-то такая увесистая большая по объему получилась аптечка но аптечка я считаю она мастхэв блять не дай бог вот а где пизданешься на и потом будешь такой лежать а у тебя раз аптечка под рукой такой раз взял на все сделал себе перебинтовал там пластиком закрыл общем все нужная вещь сейчас я одену этот рюкзачок покажу вам как он сидит на моей тушке непосредственно чтобы вы могли восхититься как говорится бля час секундочку нет я прям вот давно мечтал ребят скажу скажу сразу это ценник у него негуманный но если есть деньги если позволяют средства есть возможность взять то прям рекомендую просто сначала можете прийти куда-нибудь померьте посмотрите бюкзачок действительно охуенный ну-ка сейчас вот вот я его одел вот так надо идти надо подальше чтобы меня видно было в камере и вот сейчас фастексом да так пристегнулся вот то есть я блять сидит смотрится бомбезно это что вот у него яркая расцветка я буду как бы еще даже в дороге немножко более заметный так что это будет теперь мой мой любимый рюкзак даже вот я не снимаю рюкзака если одну сейчас пустой грубая там только аптечка сижу на стуле прям спинка мне мне не мешает рюкзак сидеть тупого даже со спинкой классно прям да че еще взял то блять ну я взял еще там маслица 4 литра у меня еще пол-литра осталось этого масла синтетика ликви моли четырехтактная получается мне сейчас есть четыре с половиной литра по полтора литра на смену на три раза поменять масло мне теперь хватает в общем да че еще мне осталось при купить для путешествий именно мотоботы блять я зашел в магазин мотоботы померить но это пиздец во первых выбор какой-то стремный может кто знает в берлине где можно купить эти нормальные там где есть ассортимент кроссовых каких-нибудь бот я прям реально кроссовые не хочу блять какие-то пластиковые чтобы немножко были удобные вот как вот ни один подписчик посоветовал эти alpin star как они блять alpin star tech 7 я еще обзорчики посмотрел они вроде такие как бы компромиссные вроде и мягенькие вроде твердые но не для хард эндуро как бы ну я думаю для меня вот как раз самое то но померить в берлине в луисе в поло я был кто в теме знает эти магазины там нихуя подобного нету а то что там есть хуйня какая-то то есть ну носить невозможно для путешествия так если конечно для спорта за пойдет а так хуйня поэтому вот осталось еще вот разжиться ботиночками купить гидропак ну еще хочу я мозгу взять мозгу хочу блять наверное возьму потому что я даже думаю свои алюминиевые кафе сэнсихи может быть толкнуть на ebay и на эти деньги взять мозгу 40 литров и ее можно как бы универсально использовать с любым мотоциклом хоть на той же инсихи хоть на crf и то есть без разницы потому что кафе кафе они конечно пизда то удобно все согласен но они сами по себе очень тяжелые они парусность добавляют но это такое знаете понт и вот с кафрами ездил они у меня были полные а тут я сумочку решил собрать именно в легкоходном формате у меня все необходимо уместилось наверно вот в этот рюкзак бы поместилось все что было включая палатка коврик и спальник то есть у меня вообще тему ультралайт я уже делал как-то на свои с на свою пиздатую снарягу обзоры давно можете посмотреть на канале кому интересно ну или может быть будет настроение я все-таки сделаю типа такой ремейк своих видосов именно на снарягу уже как бы включу раньше и как бы это было обзор именно вот купил и рассказал а сейчас я уже про некоторые вещи могу поделиться действительно опытом потому что я эту снарягу уже протестировал в полевых условиях и скорее всего я сделаю как-нибудь несколько видосов на эту тему и здесь какие-то вопросы может быть там по моей снаряги если вы смотрели какие-то видосы ранее то не стесняйтесь спрашивать в комментарии я вот думаю кстати еще такой нюанс того досмотрел до этого момента видос на ю тубе какая-то хуйня с комментариями происходит вот нормальные комментарии то есть я их в телефоне в это вижу что он пришел что он есть я даже на них отвечаю а потом захожу на сайт под видос именно там его этого комментария нету блять хотя комментариях нет ничего так никаких матов там такого запрещенного контекст ну вообще нормальные комментарии я написал службу поддержки ютуба может жду от них ответа посмотрим что будет я думаю может под это дело сделать телеграм-канал чтобы можно было кому интересно такой чисто так для узкого круга людей чтобы там общаться напрямую ну или на худой конец в инстаграме в инстаграме можно меня найти тоже мотохайкер нижнее подчеркивание так что там можно общаться я обычно всегда отвечаю как бы меня нет такого что я прям такой зазнался блять что блогер мне все напиши я хуй отвечу нет если нормальные вопросы я с удовольствием вступаю в диалог кто мне писал тот знает ладно все ребят чуть я сегодня маленько под заебался все таки блять работал 10 часов смена сегодня позади завтра опять такая же хуйня сейчас летосезон начался думаю надо поработать до отпуска чтобы скажем так обеспечить свои хотелки да все всем спасибо за просмотр кто досмотрел в этого места ну а с вами был я вели канал мотохайкер до новых встреч